Дмитрий Александрович, здравствуйте. Партнер задает вопрос про патенты Еловеги, и в чем отличие ваших патентов. Напомните, пожалуйста, как правильно ответить. Николай Васильевич Еловега, он частный случай запатентовал. И то он патентовал в Соединенных Штатах, это объединенно, там целая установка, сделана для того, чтобы обойти патент Власова и Морозова. Но и все равно все эти патенты, которые до наших были, это частные случаи. Общей системы проектирования двигателя не было. Общие принципы они не были сформулированы. Поэтому были попытки, но все эти попытки приводили к тому, что двигатель, во-первых, получались многослужные, во-вторых, сложные. Плюс ко всему, кто-то сказал, что последовательная звезда с треугольником предпочтительнее, потому что они решили, что там какие-то перетоки токов и так далее, да, вот чисто гипотетические. И все это не приводило к хорошему результату, потому что это только усложняло конструкцию и практически не давало устойчивого результата. В отдельных случаях результат был, других не было и так далее. Мы же сформулировали не только принцип построения схем, причем подавляющее большинство этих схем, в отличие от схем Яловега, Власова, Морозова и 16-го года, это однослойный. Подавляющее большинство, там 80% схем, это однослойный. Мы не только принцип запатентовали, мы запатентовали базовые схемы, мультипликация и сублимация этих схем, можно получать различные варианты для различных сочетаний числа пазов статора и числа пар полюсов. И в общей сложности в справочнике находятся сейчас проверенных схем больше 150. Ну и новые схемы, которые проверены, ну всего где-то порядка 300 схем построены по этому принципу. Ни Яловеге Николаю Васильевичу, никому остальному это не удавалось сделать. И то, что там приводят, вот есть схемы совмещенные, то вы посмотрите, что с чем совмещали. Вы посмотрите, есть работы Хоффмана, которые там последовательно предлагают схемы. Посмотрите, сравните. Это же разные вещи. И плюс ко всему, Роспатентов же сидят люди профессиональные. Они бы никогда не выдали патент, если бы наша заявка дублировала или в чем-то повторяла то, что было сделано до нас. Потому что на сегодняшний день предпринимаются попытки обойти наши патенты. Интересно такое. Я не называю имен. Патент двигатель, в котором мотор, в котором содержится двигатель, в котором находится малышурный двигатель. Причем это, автор, что я не буду называть, но профессионал описывал. И там по парам соединенные пазы ротора. Короткая замка. Пазы соединенные. Вот я себе сижу, читаю такую вещь и думаю, а как я пазы соединю? Ну, это все равно, как этот сидел, да, я говорю, это что такое? А вот я смотрю, я говорю, а как те ежики сексом занимаются? Так и тут, я понимаю, соединить стержень в пазах. Понимаю. Пазы как соединить электричество? Один большой паз? Было два, стал один. Вот два отверстия, да. Их электричество между собой соединять. Записано в патенте. Я могу назвать, не хочу, можно поднять патенты и назвать, сколько там дури написано, осуществимость этого. Я всегда говорил, вы возьмите, по этим патентам сделайте что-нибудь. Сделайте. Если по-нашему, пожалуйста, делайте. Возьмите схему со справочника, обмоточные данные там указаны, приведены, намотайте. Там столько двигателей, да, там подавляющее большинство возможных сочетаний, которые удовлетворят, они приведены. Да, есть там еще такие схемы, которые, допустим, дают наибольшие эффекты и так далее. Мы их не публиковали, это естественно. Вот, аналитики. Ну, вообще, для того, чтобы освоить эту технологию, начать применять, там все это указано. Назовите хотя бы еще один справочник, в котором приведено все это. Дело Вега, чтобы опубликовал там, либо там Тесла публиковал, как говорят, Тесла создал, вот это же Тесла синхронные двигатели придумал. Какие? Современные, да? А какое отношение к современным трехфазным двигателям, подобным, имеет Тесла? Он и близко не стоял. Никола Тесла. Разработал их Долива Добровольский, и он предложил трехфазную систему тока. Где там Тесла был? Тесла занимался однофазными, двухфазными. Не было, нет и не будет. Поэтому это точно такая же фантазия или легенда, да, про Тесла и трехфазную систему токов. То же самое, как и про 16-й год, что тут патент, там раньше были запатентованы эти двигатели, и вот никто ничего не изобретал. Это легенды одинаковые, таких легенд очень много, причем их продуцируют люди, которые вообще далекие от этих всех вопросов, которые ничего не читали, они только слышали. Вот услышал, а вот из патента 1916 года, дальше что прочтил. Говорит, а вот этот самый Тесла сказал вращающейся пулю, покажи, первый источник. Сколько не просил, покажите, где Тесла говорил про вращающиеся пулю, в асинхронном двигателе трехфазном. Он и рядом с ними не лежал, с этими трехфазными двигателями. Где-то Льва Добровольский говорил о вращающейся пуле. Нигде не говорил, никогда не говорил, покажите документ, и давайте от документа плясать. А так вылетит, осчастливенный такой, прочитал глаза, говорит, а это ж вот, а это ж вот изобрели, а это ложь. Ты с чего сорвался, парень, ты что, с самолета выпал, с поезда сбежал, или с дурки, откуда? Если ты специалист, если ты ученый, или ты вообще технически грамотный человек, то скажи, вот я нашел документ, и давай его разбирать, а вот ваш патент, и давайте разбирать. А то вылетел, ай-яй-яй, ой-яй-яй, как идешь по степиту, раз из-под ног зайц вылетает, летит, черт знает куда, вылетел, остановился, развернулся, уши выставил, стоит на тебя смотрит. Ну вот у меня во многом ассоциируется поведение зайца и таких товарищей, по-моему, очень много одинаково, потому что заявлять, декларировать, вы-вы, вылетел, бахнул. Чего бреханул, что это самое, где ты, ну если ты нормальный человек, да, давай, вот первый источник, патент я ловил, открываем, и открываем наш патент на малошумной двери. Сравниваем и находи, где одно повторяет другое. Нету? Иди дальше читай. Куря-букварь. Дмитрий Александрович, ну про Теслу-то очень часто рассказывают, не буду называть канал телевизионный, но вся информация, как правило, оттуда. Поэтому там эксперты, видимо. Ну а я чему виноват? Они же эксперты. Ну да. Пусть возьмут, в советское время сдавалась жизнь замечательных людей. Берут книжечку, написано «Никола Тесла». И поехали. Посмотрите, патенты поднимите. Посмотрите. Патенты Тесла поднимите. Ну это слишком сложно. И что они двойные. Да. И к чему они посвящены. И так далее. Потому что столько ему поприписали. Я не умоляю его за слуг. Великолепнейший медийный проект с Морганом заделали. Великолепно. Но зачем это было предназначено? Это предназначено было убить соответствующую компанию. АЕГ. Компания Далёва Добровольская. И они же с Эдисоном Стомом бились в постоянный переменный ток. И этого задавить, и так далее. Это вот чисто пиар-ход. Все. Отлично. Это также Илон Маск. Изобрел все на белом свете. Все. Маск изобрел. Все. Маск. Все поизобретал. Покажите патенты Маска. Есть колесо Илона, да? Изобрели. Вот такое колесо. Видели там. Да, да, да. Говорят, о! Илон Маск изобрел. Но причем тут Маск? Маск. Это колесо Илона. Но Маск же тоже Илон. Значит не колесо Илона. Хорошо. 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 Продолжение следует...